привет друзья сегодня делаю отчет по поводу перманентного макияжа мне придется снять очки вас я видеть не буду а вы меня будете простите что не делала в предыдущие дни хотя обещала в общем закружилась ужасно куча всяких дел было было не до того короче говоря сегодня то есть 21 мая соответственно прошло 13 числа я дело считаем на 14 15 16 17 18 19 20 неделя короче прошла сегодня 21 8 день если считать день когда я делал вот я перед вами без макияжа сейчас я расскажу как по дням все это проходило сказать что там я как-то мучилась страдала такого не было но неприятные ощущения были в основном даже не в основном а практически полностью все эти неприятные ощущения они были связаны с губами с губами потому что как сказать чувство постоянно знаете как когда в мороз оближешь губы они обветривают вот такое чувство что вот они сейчас начнут облизать вот это чувство она была очень сильная примерно начиная со второго дня прям постоянно отказала что все губы полностью поднялись такой коркой и она вот-вот отвалится но она не отваливалась то есть было вот прям на границе соприкосновения губ вот здесь да где у нас такая кромочка по внутренней стране было там пару каких-то корочек которые отошли а так вот это ощущение такой сухости губ она постоянно она и сейчас присутствует уже конечно намного меньше чем поначалу я постоянно мазала мазала вот что что у меня оставалось то что мастер дал мазала глаза брови губы вот но эта штучка быстро кончилась мазала пантенолом потом купил муж мне в аптеку ездил гигиеническую помаду тоже с пантенолом ей мазала но вот такого ощущения когда ну просто вот губы высохли да ты их намазываешь и сразу как бы раз так и ощущение влажных губ такого нету до сих пор то есть это надо очень сильно их намазать кремом чтобы ощутить влажность какую-то вот глазами вообще практически никаких неприятных ощущений не было было такое слегка так вот почесывается никаких не корочек ничего я там не наблюдал то есть глаза как бы может пару дней вот я говорю чуть-чуть так немножко почесался ничего там не шелушился ничего я там такого не видела то есть она все зажило и зажило брови я вообще забыла про них вспоминать как бы они давным-давно зажили и мои нормальные брови их могу нормальные ногтями так почухать и никаких неприятных с ними ощущений кроме приятных вот а из приятных это конечно вот сейчас когда уже полностью все зажило это встаешь утром умылся смотришь на себя зеркало а ты уже с макияжем то есть это конечно девчонки это кайф речи там говорить всякая там отечности все это в общем-то очень быстро прошло а вот еще меня предупреждала мастер видео где-то который я до этого смотрела по поводу герпеса я рассказывал в первом ролике что я для профилактики начала его пить до макияжа на там положено за 2 дня я за день начала то что я не вспомнила проект вот и я его пила в тот день когда делала то есть это уже два дня потом пила еще три дня и на третий день вечером я все эти дни я возился саду сразу скажу потому что было много дел высадка идет весна рассаду высаживала выходила поскольку мастер меня предупредил что надо беречься солнце его в принципе вообще как бы надо лицо беречь от солнца а после перманентного макияжа особенно особенно в период заживления на солнце падать нежелательно поэтому я надевал бейсболку с большим козырьком кто видел у меня ролик где я высаживаю рассаду табака я там такой бейсболки и в очках меня не видать в общем пряталась от солнышка а потом там купила крем солнцезащитный и в основном вот так он питательный солнцезащитный я смазываю брови глаза на в принципе все лицо прежде чем идти на участке все дни вот занималась на участке на третий день вечером я почувствовал что у меня вот здесь губе такая как шишка я думаю что там такой болеть такая немножко болезненная шишка такая зудящая ну я подумал ну мало ли может там воспалилась что-то также намазала кремом ничего особенного не стала делать утром встала и вот он то о чем предупреждали герпес то есть он высыпал непосредственно на губе и вот сюда вниз вот но поскольку я как раз еще накануне продолжала 3 числа на 3 вернее день я еще принимала ацикловир таблетки я продолжил их на 4 еще день и на 5 то я продолжил их пить плюс когда я утром увидела что у меня вот это высыпало все и начал вот здесь еще сверху на губе то такое же появляться ощущение побаливать а здесь прям четко высыпала то есть прям пузырьками пошла губа в раздулась и вот здесь ниже я достала сразу же крем ацикловир у меня всегда в холодильнике лежит и начала мазать еще и ацикловиром то есть внутрь таблетки и плюс мазать раздувалась так хорошо я думаю ну все потому что мастер говорил что герпес он уносит как бы краску вот перманентного макияжа ася тихо я конечно расстроилась вообще герпес неприятно у меня давно его не было а тут вот и стала мазать буквально на второй день вот этот герпес то есть я видела еще что он есть но он меня уже не беспокоило стали пузырьки опадать то есть такого вот прям как бывает когда он расцветает пышным цветом что аж эти пузырьки лопаются образуются болячкам вы этого вообще не было на фоне вот таблеток и мази ацикловира этого не было то есть он как бы вот как появился два дня я мазал и продолжала пить таблетки я еще видел что он есть хотя он меня не беспокоил и потом он также прекрасненько прошел то есть когда вчера или поза что уже его не было и здесь тоже вот он хотел но он не развился вот результат всего этого то есть вот как выглядит перманентный макияж через неделю можете видеть то есть глаза абсолютно зажили вот можете посмотреть как это выглядит но будет еще будем через месяц как и положено делать какую-то корректировку я посмотрю мне кажется что вот здесь чуть-чуть есть ним немножко стрелка как бы здесь вот она так скругленно идет вверх да а здесь как бы она прямая такая получилась но это можно понять потому что в процессе когда мастер делает татуаж глаза опухают и пойди пойми вообще куда там это дело ввести эту стрелку вот с губами как бы мне кажется ничего не надо корректировать потому что сейчас не помада ничего то есть ну вот когда я кремом мазала с полчаса назад наверное последний раз я мазала обычным питательным кремом губы есть ощущение сухости и такое стягивание она есть но я потом еще подружки своей позвонила как раз который вот мастер мне советовала игры слушай ну вот глаза как бы зажили брови зажили а губы пока у меня нет такого ощущения она горит губы дольше потому что это все-таки слизистая то есть губы это где-то ну не 10 вот до полного заживления ну 10 так 10 господи как бы она мне сильно не мешает а единственное время хочется их чем-то намазать чтобы вот это сухость это ощущение такой стянутости и сухости убрать я думаю что можно уже наверное в принципе начинать там каким-нибудь блеском для губ мазать я конечно еще съешь сама в аптеку там магазины какие-то посмотрю какую-то помаду гигиеническую питательную с ультрафиолетовой защитой то есть чтобы разом уже потому что она рассказывала что бывают такие ситуации когда человек женщина с перманентным макияжем на море она какие-то уезжает и в итоге у нее потом краска это меняет свой цвет мне как бы это совершенно ни к чему вот поэтому что я хочу сказать никаких таких вот знаете трудно было решиться потому что когда не знаешь сам думаешь ой кошмар вообще такая процедура тяжелой как я вообще это все перенесу ну типа ладно пойду там перетерплю один раз и а потом будет все нормально на самом деле ничего такого глобального подвига какого-то с собой совершать не надо если у вас есть сомнения и вы боитесь что это больно я вот вам говорю это ну не больно больно я рассказывал собственно что был больно это непосредственно неприятно вот на укол в губы ну что тут объяснять да как бы любому понятно что иголку в губы воткнуть это конечно больно но это такое секундное в общем-то минут минут учитывая все уколы там верхнюю нижнюю губу это минутная я знаю что делают еще с какой-то вот этой крем или что это паста как это гель обезболивающий ну я не знаю непосредственно как сам процесс идет понятно что гелем намазать то не больно а вот сам татуаж потом я думаю что наверно ну во всяком случае так как вот делали мне я вообще не чувствовала в самом процессе что делалось то есть мне не чувствуешь и все неприкосновение ничего полностью они мели губы да и все а потом прошло и прошло вот я к тому что если вы сомневаетесь на ну вот у вас есть какие-то такие же проблемы возрастные как у меня то есть когда там брови стали бледные лицо теряет свои краски губы стали бледные у меня еще одна из основных проблем почему я на это пошла это зрение у меня плюс четыре и даже в увеличивающее зеркало уже нарисовать себе нормальные ровные стрелки для меня это большая проблема даже вот эти китайские купила очки с этой с перекидывающимся стеклом увеличительным ну сидишь мучаешься мучаешься один фиг все криво намолюсь черте что и опять же когда большую часть времени находишься дома ну ну не охота да типа чего так зачем я буду краситься когда я весь день там в саду возякаюсь а хочется же выглядеть постоянно хочется выглядеть хорошо для себя для близких для мужа поэтому девчонки если у вас есть сомнения и вы опасаетесь я не знаю мое мнение авторитетно для вас или нет но если вы найдете хорошего мастера который вам скажет сам ответственно и подтвердят какие-то его клиенты что это не больно знаете что он это не бой то есть я слышала что есть мастера которые делают больно вы просто заранее узнаете вот а волгоградкам всем я советую наталью я ее координаты под предыдущими роликами про перманентный макияж оставляла и здесь оставлю в описании телефон ее то есть ее я могу смело рекомендовать у меня уже вот подруга одна которая в москве живет уже много-много лет она вообще наша бывшая волгоградка она уже собирается осенью вот приехать потому что летом волгоград это страшная жара когда у нас в тени за 40 жару я думаю это было бы неприятно даже брови потому что был такой момент у меня на второй по моему день после бровей когда я пошла все-таки в сад а как раз был такой довольно теплый день и я что-то возился лоб вспотел ментальное ощущение зуда вот чесаться сразу начало то есть я думаю что наверно жару жару не стоит этого делать хотя если вы офисный человек или дома у вас или постоянно находитесь дома под кондиционером то он наверно можно вот а если вы работаете в огороде как я и живете в частном доме постоянно бываете на улице где потеете на солнце находитесь то наверное лето не самый подходящий для этого период вот у нас такая затяжная холодная весна прямо вот что называется мне по заказу то есть уже все у меня зажило уже все лето приходи потому что холодно уже сколько третий день подряд у нас дожди ну вот в общем вроде я вам все рассказала показала не знаю напишите в комментариях то есть вы видите что сейчас это стало все побледнее уже не так это вот прям вырви глаз как было в первые дни опять же тут надо такой момент учитывать что когда происходит вот это заживление эти же глаза и брови да то есть примерно там пару недель после заживления макияж выглядит бледнее чем потом он может начать проявляться я думаю что это как-то связано с образованием рубцовой ткани над непосредственно краску то есть как я как я это понимаю я опять же я не знаю не могу утверждать но я анализировал думаю как это так что типа сначала ярко потом бац иди вот сначала ярко потом бледно а потом опять ярко ну и когда стала анализировать я как понимаю но делается прокол да то есть туда вводится красочка сверху сначала как бы это все видно по живой кожи через вот эту раневую поверхность потом образуется пленочка она понятно как бы делает это там потом пленочка сходит но под пленочкой над краской очевидно образуются так называем это килоидная ткань как шрамик микро шрамик над микро проколом и какое-то время это выглядит бледно а потом килоид рассасывается и очевидно вот происходит такое проявление макияжа будет он становится ярче не знаю посмотрим я же первый раз это делаю то есть у меня такого опыта то нету чтобы я сказала вот у меня прошлый раз было вот так то вот это мой первый опыт и пока я этим опытом довольна вот ну а вы напишите как вы считаете слишком ярко не ярко как на взгляд брови глаза что все ли у меня ровно или нужно что-то корректировать вот цвет губ то есть нормальный ли цвет получился ровно ли они выглядят хотя грани сейчас так стянуто что не откажется но все время то есть сейчас ощущение стянутости то есть они еще не зажили не болезненности нет ни никакого там не зуда ничего а именно ощущение сухости такой стянут все время хочется с чем-то увлажнять облизывать вот естественно уже воды то я не боюсь я уже нормально умываюсь и все а вот еще что нельзя же мочить первые дни а как чистить зубы да ничего знаете нормально то есть щетку в рот засовываешь там ее поворачивать за щекой нормально все почистил естественно все равно паста попадает аккуратненько это так вот поплескал не тереть поплескал паста смылась и потом прям вот промокнул все это махровым полотенцем и нормально то есть я тоже думаю первое же утро встал думаю о блин а как я буду зубы чистить ну так ничего получилось все пила я первые дни через трубочку это я уже говорила сейчас уже нормально так пью без всяких там трубочек сегодня уже в принципе чай пила достаточно такой горячий никаких неприятных ощущений ничего такого нет короче стоит сделать если есть желание выглядеть яркой не морочиться с макияжем вот или если есть проблемы со зрением как у меня то сделать стоит один раз помучился я надеюсь как минимум год я теперь проблем вообще с этим знать не буду нет ну через месяц там подкорректируем если что-то где-то вылезет или я что-то захочу вдруг поярче или там еще как-то или пошире или кто меня знает куда меня унесет ладно девчонки пока пока на этом оставайтесь на канале постараюсь делать интересные материалы для вас буду дальше рассказывать что и как кому интересно конкретно эта тема продолжу ее ну что каждый день не о чем рассказывать честно я вот рассказала расскажу первый и второй день типа по дням а чего тут рассказывать то есть просто вам сказать что да все нормально губы сохнут вот ну как бы так да вот ну про герпес я вам сказал то есть да был такой момент но на цикловире это можно спокойно без болячки и без последствий пережить этот момент все на этом прощаюсь пока пока до новых встреч вы на канале домик ольга сердюк оставайтесь ставьте лайки если вам интересно со мной подписывайтесь кто не подписан пишите обязательно комментарии я на все комментарии отвечаю на всяком случае стараюсь все пока спасибо за просмотр